Бронхиальная астма – самый распространенный хронический недуг. От него страдает порядка 300 миллионов человек в мире. Каждый 25-й житель. Отмечается рост заболевания – 64 тысячи белорусов. Именно стольким людям не хватает воздуха. На Бречне их около 10 тысяч. Вылечить астму полностью нельзя. Но вот постоянный контроль над ней позволит дышать полной грудью, жить полноценно и счастливо. Больные более часто обращаются к докторам. Доктора более подкованы в данной патологии. Потому что около 70% случаев всех бронхиальной астмы – это не тяжелые формы, легкие. И больные порой не обращаются к доктору, считая, что в виде кашля, проявления какого-то там незначительного затрудненного дыхания, в весеннее время, вот как сейчас, цветет, выделение слизистых, слизистые выделения из носа – это не есть какая-то болезнь. Она быстро проходит и за медицинской помощью не обращаются. Ежегодно в первый вторник мая по инициативе Всемирной организации здравоохранения проводится Международный астма-день. В рамках даты в Бресте состоялась акция «Астма – моделируй контроль». В ее рамках прошла пресс-конференция и специализированная выставка лекарственных препаратов, способных контролировать заболевания. Бабушки и дедушки, например, в моей семье принимали горсть таблеток. Это были гормоны, которые осложняли качество жизни. Это был эуфелин, который еще больше усугублял все эти проявления болезни. На сегодняшний день у нас медицина шагнула далеко вперед. Есть инвалиционные препараты, есть таблетированные формы препаратов, которые позволяют определять и контролировать симптомы астмы. И качество жизни наших больных астматиков никак не должно отличаться от качества жизни здоровых людей. Несмотря на достижения медицины, основополагающие причины астмы до сих пор полностью не выяснены. Один из главных факторов риска – генетическая предрасположенность и окружающая среда. Врачи говорят, что в зоне особого риска остаются люди, страдающие аллергией. И подчеркивают, аллергия и астма связаны тесно, хотя бы потому, что аллергия – основная причина ее появления. Большая часть, чуть ли не 90%, имеет какие-то аллергологические аспекты, свое начало в аллергии. Другой вопрос, что у каждого степень выраженности этой аллергии разная. Поэтому сказать, что аллергия – это страх, и для каждой астмы это будет обязательно источник аллергии, либо же любая аллергия перейдет в астму – нет, такого нет, и это все индивидуально. Астма может оказаться смертельной. Сегодня это, конечно, единичное случай. В Беларуси за последние 10 лет уровень смертности от этого недуга снизился в 8 раз. На 40% уменьшилось число больных, нуждающихся в госпитализации. Причина – ранняя диагностика. Аллергологи и пульмонологи говорят, что главное – вовремя прислушаться к своему организму. Первый эшелон – пересмотр собственного образа жизни, характера питания, даже своего собственного мышления. Это первая очередь. А лекарство – это уже снятие просто уже итоговых проявлений аллергии. Виктория Саченко, Григорий Пекарский, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.